Меня зовут Елена Новик. Моя компания называется Лиол. К моей компании в следующем году будет 20 лет. Это сеть салонов красоты. 5 салонов у меня в городе Новосибирске и большая студия, обучающая парикмахерскому искусству. Я являюсь также топ-стилистом России и езжу по миру, по стране, обучаю парикмахеров в нашей индустрии, как работать, как предлагать эти услуги, как делать людей красивыми. Я считаю, что моя профессия одна из самых красивых и достойных в этом мире, потому что мы помогаем и мужчинам, и женщинам проявить свою внутреннюю красоту во внешне, чтобы люди окружающие увидели эту красоту. Ну и самое главное, чтобы человек, смотря в зеркало, тоже сам себе нравился. Это такой важный такой аспект. Второе. Моя профессия, она очень многогранная. Если раньше считали, что парикмахер – это просто парикмахер, то сейчас парикмахер – это и психолог, это и такой лекарь душ, что ли, да, ему все время все это рассказывает. Потом, конечно, мы изучаем техники продаж, мы изучаем химию, мы изучаем технологии всевозможные, мы изучаем строение глаза, физику, для того, чтобы понять, а как видит, разный человек видит этот мир по-разному и по-своему. Мой партнер привезла книгу Высоцкого «Обязанности владельца». Я, прочитав эту книгу, сразу поняла, что я не имею права ничего не делать, потому что, придумав это все, мне нужно помочь компании, дать ей новое дыхание, новые свежие какие-то, новые знания, потому что мир меняется, мы меняемся, и если мы сейчас этого не сделаем, то мы можем отстать. И это очень важный такой аспект. И то, что дают ребята на ШВБ, конечно, поначалу это казалось сложным, сейчас уже мы понимаем, получив знание, понимаем, что это все реально, что это все возможно. Какое-то время пройдет для внедрения, естественно. Но это открылся совершенно другой мир, мир владельцев, мир создателей, и то, что, знаете, как бы мы понимаем, что мы вне политики, мы понимаем, что от нас зависит стабильность вообще человечества, когда люди будут понимать, зачем они ходят на работу, как они ходят, что они могут принести. Ну, как бы донесение большего через свою профессию, через свою работу этим людям, ну, и всему миру. Вначале, конечно, было страшновато, да, как внедрять, потому что вообще народ парикмахерский, у него свой менталитет, естественно. Но, вы знаете, мы еще, естественно, внедряем, мы еще у нас поэтапные какие-то вещи, что-то мы сами даже при внедрении начинаем практику внедрять, и сами понимаем, что здесь нужно вот так, здесь нужно вот так, вот это ботинок, как бы внедряем свой бизнес. Но удивительно было, знаете, то, что когда мы распечатывали орсхему и развешали ее по салонам, донесли до персонала, до нашего, им было интересно. И какого-то такого противостояния не было, потому что я думаю, что, видя нашу, ну, как бы внутренние механизмы, то там несостыковка, то там несостыковка. Ну, кстати, 20 лет, там столько всего, со всего мира привожу какие-то технологии, мы постоянно что-то внедряем. И понимаем, что там-там какие-то пробелы, недочеты. И они, мы могли им донести, что они в нас верят, что мы делаем что-то, и что мы сможем вот эти вот всякие недочеты уладить, и мы начнем быстрее двигаться. А персонал поддержал, вот это здорово, вот самое важное. Поэтому они нам прощают какие-то моменты, потому что, ну, они нас давно знают, понимают и любят, я думаю. Но, и я думаю, что они готовы нам помогать. Это такой вот важный аспект. Ну, у нас маленькая такая заморочка в том, что у нас производство, оно как бы, ну, парикмахерские салоны, мы профессионалы в производстве, мы, конечно, это, ну, как бы, оно у нас как бы своим чередом идет, растет и так далее, как бы все есть. У нас есть постоянный клиент, у нас есть постоянные мастера рабочие, двигаются, у нас система там выстроена. Но у нас не было системы продаж, у нас не было системы, а как это предлагать, каких-то знаний не было в этом. И офис у нас ютится в маленькой коморочке еще там, потому что, понятно, если там люди, они сами на себя наработают проценты, и у нас есть прибыль. То есть здесь люди сами на производстве не стоят, и их нужно обрабатывать, да. И офис, как бы, как таковой, он еще не расширяется. Но теперь уже понятно, зачем нужно кого-то брать, ну, например, руководители первого отделения, руководители второго, что они делают. Вот эти знания глубокие, они, я думаю, что дадут очень большой такой вот рост производству сразу. Я четко уверена в том, что как только мы все внедрим, как только мы сами начнем жить этим, у нас все заработает. У меня есть такая идея. Очень давно, особенно после кризиса 2008 года, я очень переориентировалась на клиентов индивидуально и работала с сетевыми компаниями. Я читала очень большие лекции для компаний. Я хочу сказать, что это работает на 100%. Но и учреждения у меня, и государственные приглашают, и так далее. И для школьников я читаю там лекции, что такое дресс-код, а что такое. Я всегда под какую-то компанию выстраиваю свои лекции и презентации, потому что это все индивидуальная работа. Но если меня пригласят, я буду счастлива, потому что я понимаю, что 50% успеха владельца – это его внешний вид. Как говорил Шаляпин, очень много талантливых людей, но никто не видит. А чтобы показать свою успешность, нужно дать просто какие-то знания каждому человеку. И это работает. У меня 100% результат с каждым индивидуальным клиентом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова